Ловить омуль нельзя, рубить лес тоже, а мусор девать некуда. Люди, живущие у Байкала, вновь озвучивают свои проблемы. Даже хоронить в селах озера сегодня негде. Клюевское кладбище переполнено. Друг на друга хоронят и возят на соседнее кладбище. Как эту проблему решить, пока с места не трогается. Там уже выделили участок, уже предположили, цена вопроса всего 3 гектара земли. Но никак лес фонд мы пробить не можем. Не могут добиться и полигона. Он должен был появиться в Селингинске. Ведь сегодня мусор со всего Кабанского района везут туда. Но воз и ныне там. Запреты на Байкале сильно задели предприятия лесной промышленности. Из-за полного запрета рубок леса предприятия вынуждены были осваивать новые, менее ценные лесные территории. Внедрять в производство экологически безопасную технику. В результате себестоимость лесопродукции увеличилась до 30%. Всему виной закон об охране озера Байкал. Его хотят изменить уже несколько лет. Необходимость этого подтверждает и уполномоченная по правам человека. По ее словам, защищать Байкал от людей, которые живут на его берегах, неправильно. Мы обязаны достигнуть компромисс между защитой права на благоприятную окружающую среду и право развиваться и жить на той территории, где исконно люди проживали. Помощь в корректировке закона об охране озера Байкал омбудсмен обещает на федеральном уровне. То, что сегодня природоохранное законодательство нужно жестко корректировать, уже ни у кого сомнений не вызывает. Мария Латышева, Константин Гармаев. Новости дня.